Я целеустремленная, я прямая, я честная, может быть даже иногда излишняя. Я эмоциональная, я такая. Какие у меня увлечения? Я увлечена своей работой. Действительно очень люблю свою работу и есть расхожие выражения, наверняка вы его знаете, что если человек любит свою работу, он ни дня не будет работать. И я очень счастлива от того, что я делаю то, что мне доставляет огромное удовольствие. Это мои проекты, это когда их реализуешь, и людям это нравится, и я это вижу, я делаю для людей, и я действительно испытываю от этого огромное счастье. Мое любимое блюдо, я люблю окрошку, люблю уху, люблю ее готовить, когда есть время. Правда, к сожалению, сейчас не всегда есть возможность его находить. Люблю вообще простую еду. Занимаюсь спортом уже более 10 лет. Это силовые нагрузки, силовой тренинг, работа со штангой, работа с гантелями. И вот уже как, наверное, около трех лет увлекаюсь бегом. Бегу с большим удовольствием, бегу у себя на округе, в Нарышкино, в понедельник, в воскресенье и несколько раз в неделю по городу, получая от этого большое удовольствие. Я творческая личность. Я для своих близких людей, для своих близких друзей, на их даты, на их дни рождения, на какие-то для них очень важные события, для них я пишу стихи. Правда, они шуточные, как правило, бывают. Я надеюсь, что они их никому не показывают. Но я очень радуюсь, когда рады они. Я стараюсь их как-то очень необычно всегда поздравить. Поэтому, да, я творческая личность. Моя любимая актриса, конечно же, это Элина Быстрицкая. Это, конечно, ее Аксинья в «Тихом доне». Всем известный фильм, где Элина играет, как я уже сказала, Аксинью и представляет собой женщину, которая самотверженная, настоящая самотверженная женщина, которая умеет любить, которая умеет страдать, которая просто красивая женщина, настоящая красивая русская женщина. Конечно, у каждой женщины есть секреты красоты. Ну, что касается меня, мне немножко повезло. В первую очередь, это генетика, за что я также благодарна своему папе. Но любая генетика, как вы знаете, к сожалению, генетики недостаточно, если женщина за собой не ухаживает. И поэтому, в первую очередь, для меня это спорт. Спорт – это здоровье, это хорошее настроение, это прекрасная фигура. Поэтому, сама занимаясь спортом, как вы знаете, бегаю я на своем округе избирательном, на Рыжкино, в субботу и воскресенье. И очень отрадно, когда со мной рядом бежит мама, у которой трое, а иногда и больше детей, и она следит за собой. И глядя на нее, я вдохновляюсь. Он и наследовал от меня черту, с которой я борюсь, черту, за которую я его регулярно ругаю и наказываю. Он очень принципиальный мальчик и всегда делает то, что он считает нужным. Я его наказываю, а сама в душе, честно признаться, чуть-чуть радуюсь, что он на меня так похож. В моей жизни все мои события, самые важные мои события, которые происходили, которые происходят сейчас, они связаны только с одним человеком, это мой отец. К сожалению, он очень рано от нас ушел, и я на него очень похожа. И у нас очень сильная с ним душевная связь, даже несмотря на то, что его сейчас нет с нами. И не было ни дня, чтобы я о нем не вспоминала. И если в моей жизни случается что-то хорошее, я сделала что-то прекрасное, я всегда вспоминаю только о нем. Я очень люблю водить. И все мои друзья и все мои близкие знают об этом, что если нужно кого-то отвезти, если нужно поехать на дальние расстояния, я с удовольствием это сделаю. Я всегда хотела сама самостоятельно водить. И когда у меня появилось свое автотранспортное средство, для меня это было большое счастье и большой радостью. И сейчас при любых обстоятельствах, когда у меня есть возможность, я вожу даже для своего личного удовольствия. Очень люблю водить, но правила дорожного движения всегда соблюдаю. Домашний уют. Домашний уют для меня это когда, это просто счастье. Когда все близкие рядом, когда все близкие живы и здоровы и когда на душе покой. Сейчас своим родителям я хотела сказать спасибо. Спасибо своей маме за то, что она меня вырастила одна. Ей было нелегко. Но я думаю, сейчас она мной немножко гордится. Любимые места в Орле, ну это скорее всего, да, это набережная, потому что я там выросла. Я там долгое время жила с мамой. И сейчас, кстати, возвращаясь к теме спорта, я там часто бегаю. И мало того, что мне нравится бегать, я бегу по набережной, где я выросла. Бегу и вспоминаю свое детство. Это здорово. Я очень строгая мама. И, к сожалению, учитывая мою работу, любимую и занятость, я себя ругаю часто за то, что не уделяю своему сыну достаточно много времени. Я над этим работаю, стараюсь, чтобы он у меня, чтобы он был не обделен родительским вниманием. Но да, я очень строгая мама. Я очень требовательная и считаю, что это правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова